Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Дебаты или открытые дебаты? Сожалеем, что южнокорейское председательство идет на подрыв практики работосовета. Какую добавленную стоимость все эти делегации могут внести в сегодняшнюю дискуссию, если шесть из них являются одновременно членами ЕС и НАТО, и ничего за рамками общееевской и общенатовской позиций сказать не могут? Очевидно, что нулевую. Единственная цель их участия – создать массовку, хор голосов для продвижения одних и тех же политизированных установок Брюсселя. Это очевидная пустая трата ценных ресурсов Совета. Мы уже неоднократно говорили о контрпродуктивности такого подхода, который подрывает авторитет СБ. Отмечаем, что после полугода отсутствия на заседаниях Совета Безопасности, сегодня на него запросился постоянный представитель Чехии. Напомню, в декабре прошлого года он наотрез отказался появляться в Совете, когда тот собирался для того, чтобы обсудить террористические удары ВСУ по Белгороду, поставленными Чехией РСЗО в Эмпайр. Рассчитываем, что сегодня мы наконец услышим от постоянного представителя Чехии исчерпывающие объяснения по поводу их соучастия в преступлении киевского режима. Господин председатель, СОЗО в сегодняшнем заседании Совета Безопасности ООН, западные коллеги формально мотивировали необходимостью обсудить политическую ситуацию на Украине. Правда, из выступления делегаций почти ничего политического мы не вынесли или ничего нового, что бы мы могли услышать. Однако, нам действительно есть что обсудить политического. Например, истечение 20 мая срока президентских полномочий Зеленского и возникающие в связи с этим многочисленные правовые и юридические нюансы. Все чаще проскальзывает в западных СМИ спекуляция о возможных преемниках. Кого и какой орган Украины сейчас рассматривать в качестве легитимного представителя? Кто, с правовой точки зрения, легитимен для участия в переговорах о мире на Украине? Это важный вопрос, но об этом никто не говорит. Разве кто-то из сегодняшних выступавших поднял вопрос о причинах конфликта? О продолжающихся масштабных пресечнениях русскоязычного населения, насаждении безапелляционной русофобии, противоречии уставу ООН и декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с уставом ООН от 1970 года, где закреплено, что принцип уважения территориальной целостности применим государством, соблюдающим своих действий, принцип равноправия и самоопределения народа, и вследствие этого имеющие правительство, представляющие весь народ, проживающий на данной территории. Никто, кроме нас, не говорил и не говорит в Совете Безопасности о правах русскоязычных граждан, без учета мнения которых, согласно упомянутым документам, невозможна полная поддержка территориальной целостности страны. Сожалеем, что этот тезис не находит отражения и выступления секретариата ООН. Мы слышали сегодня от британского представителя слова сочувствия мирным украинцам, включая детей. За все это время, с 2014 года, когда киевский режим начал войну против своих собственных граждан на Донбассе, мы не слышали ни слова сочувствия детям Донбасса, которых беспощадно убивало ВСУ и нацбатальоны. А ведь мы проводили заседание Совета Безопасности и заседание по формуле Ария, где демонстрировали, какие травмы получали дети Донбасса от ударов в ВСУ, и это помимо убитых украинодетей. Где же тогда было ваше сострадание? Как нет его у вас и ваших западных партнеров, когда ВСУ целенаправленно бьет по мирному населению российских городов? Ваше избирательное сострадание не вызывает ничего, кроме отвращения. Как мы неоднократно говорили, мы начали СВО, чтобы прекратить и остановить резню, которую киевский режим устроил против населения Донбасса. Господин председатель, еще один вопрос. Говорили ли члены СБ, радующие за обсуждение прав человека в Совете Безопасности при любом удобном случае, о судьбе Украинской Православной Церкви? Нет, не говорили. Однако в наши дни при полном молчании со стороны международных организаций разрушаются православные храмы, а священники канонической Украинской Православной Церкви подвергаются гонениям по политическим мотивам. По статистике, которая бравирует СБУ, по состоянию на декабрь 2023 года возбуждено более 70 уголовных дел против священнослужителей УПЦ, 16 из которых – митрополиты. В отношении 19 из них вынесены обвинительные приговоры. Буквально месяц назад, несмотря на массовые протесты по указанию киевских властей, вопреки протестам общественности, снесена часовня на месте древнейшей Десятинной Церкви в Киеве. На данный момент киевский режим нацелен исключительно на обслуживание геополитических интересов Запада, поскольку только это гарантирует ему политическое выживание. Социально-экономическая ситуация для нынешних властей в Киеве сейчас не важна, поскольку они временщики. Однако и она стремительно деградирует. Люди массово бегут с Украины за границу, спасаясь от развернутой киевским режимом мобилизации, которую в стране прозвали «могилизацией». Они не желают пополнять ряды, обреченную на верную гибель пушечного мяса. Только по официальным данным, Украина уже покинула порядка 6 миллионов человек. Буквально вчера появилась информация о том, что в Германию в полном составе сбежал Киевский симфонический оркестр. Нередки аналогичные случаи среди спортсменов. Процветает коррупция, гуманитарная помощь расхищается, СМИ действует жесточайшая цензура. Цены на продукты питания и тарифы на жилищно-коммунальные услуги повысились в десятки раз, что поставило простой народ на грань выживания. Среди украинского населения растет возмущение происходящее. Согласно данным Киевского международного института социологии, большинство украинцев видят причину ухудшения экономической ситуации и деградирующие положение дел с демократией в действиях властей. Одновременно члены НАТО во главе США в лучших неоколониальных традициях фактически занимаются разграблением Украины, за бесценок скупая ее ресурсные, промышленные и сельскохозяйственные мощности. Отъявленный русофоб сенатор Линдси Грэм недавно открыто заявил, что Киев, цитирую, сидит на критически важных полезных ископаемых стоимостью 10-12 триллионов долларов. «Я не хочу отдавать эти деньги и активы Путину, чтобы он поделил их с Китаем. Эти минеральные активы могут быть освоены Украиной и Западом». Примечательно, что Запад, беспокоящийся за возврат вложенных в конфликт на Украине средств, все больше говорит о кредитах, которые украинцам придется возвращать. Интересно, знают ли об этом сами украинцы? Господин председатель, сегодня мы не услышали про все эти неудобные вопросы для Киева и западных спонсоров. Сюжета о политической ситуации – ни слова. Ведь они созвали это заседание с единственной целью – попытаться оживить мертвую лошадь – псевдомирную и псевдоглобальную конференцию в Бюргенштоке. Для любого здравомыслящего наблюдателя было с самого начала очевидно, что она обречена на провал. Ведь ее организаторы и вдохновители думали обо всем, что угодно, но точно не о мире. Да и о каком мире может идти речь, если единственной целью сходки было собрать массовку для того, чтобы выдвинуть Россию ультиматум якобы от лица международного сообщества. Но лукавым чаяния тех, кто стоял за Созовым Бюргенштоком, не суждено сбыться. Во-первых, большинство приглашенных раскусило эту примитивную интригу и отказалось в ней участвовать. Во-вторых, многие присутствующие высказались в ее ходе совсем не так, как планировали организаторы. В том числе они прямо сказали, что попытки что-либо обсуждать без России бессмысленны. Видимо, с учетом этого, а может быть с силой внутриполитических причин, основные вдохновители сходки США, Германии, Франции, Японии покинули конференцию раньше, чем она завершилась. В итоге даже украинские представители были вынуждены признать, что подходы Запада и остального мира по украинскому кризису серьезно отличаются. Количество географии участников наглядно продемонстрировали, что выхлоп от нее получился нулевой. Никакого политического веса итоги всех этих встреч не имеют и не могут быть никакой отправной точкой для хоть сколько-то серьезного разговора о перспективах урегулирования украинского кризиса. Такие узкие междусобойщики могут собираться хоть десяток раз, однако мир они не приблизит. Сожалеем, что в этой сходке приняли участие представители секретариата ООН, лукаво назвав это участием в качестве наблюдателя. Это недопустимо в соответствии с статьей 100 Устава ООН. Господин председатель, президент Российской Федерации 14 июня озвучил реальное мирное предложение. Напомню, речь идет о нейтральном, неблоковом, безъядерном статусе Украины, ее демилитаризации, деноцификации, признании новых территориальных реалий, статуса Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как субъектов Российской Федерации. В дальнейшем все эти базовые принципиальные положения должны быть зафиксированы в виде фундаментальных международных договоренностей. Естественно, это предполагает и отмену всех западных санкций против России. Кроме того, с учетом сказанного нами ранее о системном попрании прав и свобод человека неонацистским режимам, при любом разговоре о перспективах урегулирования конфликта, важно также учитывать, что Киев должен отменить свои законодательные акты и иные решения, носящие русофобский характер, в том числе запреты на русский язык во всех сферах жизни, навсегда отказаться от прославления нацизма. Необходимо заставить Украину вернуться в правовое поле, чтобы гарантировать права и свободы всего населения Украины, включая ту его часть, которая говорит на русском языке. Мы слышали, что руководство западных стран и НАТО поспешило это мирное предложение отвергнуть. Для нас это не стало сюрпризом. Эти отказы просто подтверждают стратегическую слепоту западных столиц. Нечто похожее мы наблюдали в конце 2021 года, когда США, НАТО и Европа отвергли предложенные России проекты договоренностей по гарантиям безопасности. Призываем западных коллег не повторять своих ошибок и прислушаться голосу разума. В противном случае политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития будет на них. Очевидно, что реалии на земле, на линии боевого соприкосновения будут дальше меняться, не в пользу киевского режима, и условия для начала переговора будут другими. Российские предложения нацелены не на заморозку конфликта, а на его реальное завершение. Это позволит перевернуть эту трагическую страницу истории и постепенно, шаг за шагом, начать восстанавливать отношения доверия и добрососедства между Россией и Украиной, и в целом Европой. Но для этого необходимы кардинальные изменения вектора мышления западных политических элит, их принципиальный отказ от попыток использования украинского проекта против России, отказ НАТО от агрессивной милитаристской политики, возвращение к нормальному обстоятельному диалогу по всему комплексу вопросов глобальной безопасности, при обязательном учете интересов всех государств-членов. Это единственный путь для того, чтобы избежать дальнейшей эскалации. Призываем ему последовать, пока не поздно. Благодарю вас.